на спорте всем привет если вы нас слышите значит вас смело можно назвать большим любителям спорта меня зовут антон погудин программа на спорте снова с вами здесь мы говорим обо всем что связано с кировским спортом и сегодня речь пойдет о виде спорта представители которого уже бывали у нас в гостях дело в том что во второй половине февраля в нижнем новгороде проходил финал восьми дивизиона по волжье урал по баскетболу среди участников турнира нашлось место и ребятам из нашего города а сегодня защитник команды максим петренко именно о нем я говорил когда рассказывал что уже были представители этого вида спорта у нас в студии и центровой богдан степанов гости нашей программы здравствуйте на всем привет доброе утро максим уже бывал у нас поэтому так и на правах опытного спикера улыбается богдан впервые богдан какие эмоции вообще было удавалось ли раньше приходить на эфиры где-то записываться интервью общаться с прессой или это такой дебютный ну во первых спасибо за приглашение для меня это дебют впервые на записи тоже впервые поэтому очень рад такому эксперименту все замечательно ну я надеюсь что вы у нас не в последний раз потому что на мой взгляд баскетболу уделяется не так много времени особенно в сми я знаю что у вас достаточно много матчей поэтому поводов для разговоров бывает достаточно много сегодня вот уже сказал что говорим о финале восьми дивизиона по волжье урал но насколько я понимаю что попасть вот в этот топ-8 вашей команде баскетбольному клубу о виадгу необходимо было пройти несколько этапов правильно понимаю или сразу попали в топ-8 ну нет конечно там у нас был квалификационный но этапы всякие вот и получается как получается то выгодно то есть получается чтобы попасть финал восьми прежде всего нам нужно было забрать две победы которые были как раз таки на одной из стадий и так сказать это прошло очень успешно мы взяли две из двух побед и оказались в финале восьми я так понимаю что речь о матчах в юж короле где вы играли с ульяновском да все верно и второй матч был против так второй матч у нас был против нижнего новгорода если я ничего не путаю в в квалификации для того чтобы попасть финал восьми вы сыграли с баскетболистами из ул гпу и победили со счетом 63 62 достаточно такой небольшой разрыв то есть с чем связано большое сильное сопротивление со стороны ульяновских баскетболистов или можно на матч не настроились что-то вот не получилось но мы с ними в принципе уже играли и выигрывали их очков ну примерно 20 не знаю с чем связано может быть не настроились может быть команды там наоборот сильно прямо настроилась вот ну тем не менее для для вас соперники зульяновска не были какой-то там неразрешимой задачи да и наверное они вас тоже хорошо знали поэтому подготовиться друг другу было достаточно просто но видимо богдан ну наверное проблема была в том что у нас все таки такой более молодой коллектив я как один из старших могу об этом сказать что парни участвуют на подобном этапе впервые и наверное это был так сказать небольшой страз для них то есть на кону все таки стоял финал восьми и непосредственно завоевав проделать квалификацию завоевав право участия в финале восьми поехали в нижний новгород и начали там выступление с одной четвертой прямо прямо получается на вылет там уже до матча ведь были ну да получается если нет ну если бы мы проиграли допустим первую игру мы бы попадали во вторую четверку то есть играли бы с четвертая по восьмое место но первый матч смотрел статистику вам достаточно неплохо удался обыграли баскетболистов из оренбурга 71 65 все правильно каким выдался этот матч как готовились может быть играли с колесом не знаю состав не оптимальный вот какие-то особенности этой игры чем запомнилась она ну скажем так один ключевых игроков оренбурга он так сказать не набрал свои очки потому что наш капитан команды глеб форсов он очень хорошо отыграл защите и поэтому не дал набрать определенное количество очков именно этот человек в прошлый раз нам забил около по моему 20 очков а вот раз ему не так сказать не удалось перейти даже из-за 10 но это это очень это говорит о том что подготовились просто и сдержали его под своим кольцом скажем так у команды были определенные цели на каждого игрока и думаю ну конечно мы могли справиться лучше а вообще как готовились к турниру конкретно разбирали всех соперников или на кого-то делали упор вот что говорил тренерский штаб как настраивал то есть перед каждым туром наш тренер алексей леонидович он всегда тщательно просмотрел игру соперника и на ее основе пытался ну выстроить так сказать определенную программу как по защите так и по нападению вот обыграв оренбург вышли получается уже в полуфинал этого турнира дивизиона по волжье урал где встречались с самарцами да забегая вперед наверное скажу что именно самара стала победителем турнира на все верно и к сожалению к в полуфинале обыграли вас чего не хватило в этом матче вот что не получилось наверняка уже делали какой-то разбор полетов работу над ошибками вспоминали может быть и сожалели не знаю что не удалось чего-то сделать ну лично я думаю то что у некоторых бывает же иногда что просто мяч не летит в корзину вот это было именно такой день или вот чего-то не хватило командного взаимодействия ли самара может быть просто было на голову сильнее потому что в итоге выиграли весь турнир помимо этого да все таки самара была сильнее но так сказать одним из факторов все таки было так сказать отсутствие даже не отсутствие то есть определенные игроки нашей команды они очень так сказать рано сели на скамейку 5 фоллов и скорее всего именно этих игроков не хватило в последующем событии ну это ведь еще тактика в любом случае страдает когда игроки твоей команды садятся на лавку и не смогут тебе помочь уже и соответственно в конце матча ты уже не сможешь как-то повлиять на ход встречи и у тебя количество вариантов которые ты сможешь использовать он получается уже меньше получилось что просто были морально не подготовлены к тому так сказать перевороту но и у нас тоже было очень много переломных моментов когда мы могли забрать игру какие уроки вынесли из этого матча вот из матча именно против самары что нужно улучшать меньше фалить больше друг друга страховать что я думаю что именно вот из этого матча мы должны были вынести то что не хватает у нас такой поддержки внутри команды допустим если у кого-нибудь что-нибудь не получилось ну вот такая обстановка выходит то что ну нету поддержки со стороны взаимозаменяемости наверно то получается не что если человек один вылета то и вон другие именно подбодрить настроение поднять вот не получается этому человеку там наоборот сказать ты забьешь получится все такое вот это у нас не хватает но я думаю что это психологический момент над которым нужно стоит поработать и его вполне можно исправить да безусловно вообще как эмоциональная обстановка в коллективе насколько ребята дружны за пределами паркета обстановка у нас прекрасно все с друг другом общаются посещаем всяческие места смотрим баскетбол пересмотрим свои игры то есть это остается так сказать в ежедневном рационе давайте вернемся немножко к финалу 8 потом еще поговорим о команде проиграв в полуфинале вы отправились в матч за третье место где встречались с командой нижнего новгорода той же самая команда из которого играли в квалификации в еж короле все правильно но на этот раз уступили и в прошлый раз уступили то есть оба раза проиграли одной и той же команде сначала в квалификации уступили 80 на 97 то есть 17 очков достаточно много в матче за третье место уже чуть поменьше но тем не менее тоже добиться победы не удалось вот в этом матче что бы сложилось не так что можно было сделать по-другому какое вообще выдалась игра ну игра была достаточно тяжелая потому что с этим соперником уже встречались третий раз то есть у нас по очным встречам одна победа одно поражение и два поражения да два поражения и лично я могу сказать что у нас в команде есть такая проблема что вот последние три минуты нас почему-то как морально так и физически не хватает то есть сопернику проще самому переломить исход игры чем к примеру нам но все таки скажу что игра была очень хорошая и именно в последние минуты у соперника залетели броски которые должны были залетать так сказать по течение всей игры то есть получается не хватает на самую самую концовку но это физически физическая как бы как сайте не не готовность или них них не хватка сил на весь матч или или больше моральной составляющей ну конечно физической подготовки на 40 минут целого матча не хватит я так скажу что у нас сейчас пришли молодые ребята на первом курсе и они не очень как бы опытные но они тренируются у них есть цель определенная но вот именно сейчас им алексей леонидович не особо доверять доверяет время на площадке поэтому приходится большинство времени стартовой пятерки играть что конечно ну сильно изматывает как физически концу матча получается уже все равно основной состав получается вымотанными и подхватить их поддержать темп который они держат весь матч наверное уже тяжело я хочу обратиться наверное к радиослушателям пусть они не подумают что турнир вот этот финал восьми выдался для ребят неудачным я думаю что несмотря на поражение в матче за третье место все равно определенные выводы определенные итоги подвели и в дальнейшем какие-то какую-то работу над ошибками и определенные выводы сделаете из исправитесь и к тому же несмотря на то что ребята не смогли подняться на пьедестал максим петренко был по итогам турнира был признан лучшим защитником да было такое чем выделился на игре с учетом того что ну не попали в призы то есть это индивидуальная игра честно я вообще не ожидал этой награды и она как-то называется лучший защитник я не знаю вроде должно называться как бы моя позиция атакующий защитник ну а вообще по сути я играю разыгрывающим то есть я не знаю как мне так выдали эту награду честно не понимаю то есть по большому счету не твоя позиция на паркете ну в принципе может быть не было более подходящих кандидатур именно на лучшего защитника решили выбрать тебя все может быть не знаю но тем не менее раз организаторы тебя отметили значит они в любом случае заметили тебя и твою игру ну не буду себя хвалить конечно но очки я позабивал так нормально неплохо вот например в матче с самарой которые выиграли да в 1 4 на твоем счету 29 очков из 64 которые забили забила вся команда то есть практически половину забросил именно ты ну получается что да вообще богдан как оцениваешь для себя прошедший турнир что для себя вынес ну скажем так если сопоставить с прошлым годом у нас был полностью другой коллектив из которого остался яглев курсов и дмитрий сакерин мы так сказать это уже урал положить стали восьми то есть в этом году четвертый ты даниила гошева забыл даниил гошева да но скажем так у нас были все шансы как занять и второе место так и третье то есть как самый старый игрок этой команды возрастной опытом возрастной опыт скажу что это очень хороший результат то есть дальше только лучше сколько лет возрастному опытному баскетболиста 21 21 а возрастной центр какой-то есть команде или пока ты являешься студентом можешь играть по моему именно по асб можно выступать до 25 лет в принципе у тебя есть еще достаточно времени чтобы победить и на урал по волжье региональном и потом соответственно пробиться финал там побороться составе баскетбольной команды вятгу надеюсь ты уже сказал что достаточно серьезно изменился состав команды сезон я понимаю в самом разгаре у баскетболистов то есть еще впереди и достаточно много матчей в том числе в лиге билова насколько сложной оказалась вот эта вот притирка друг другу насколько сколько времени на все это ушло и как сейчас успехи в сезоне ну скажем так поначалу адаптироваться друг другу было достаточно сложно потому что молодые игроки они более так сказать не дисциплинированы приходилось держать сначала на расстоянии потом все-таки у себя под рукой но наверное месяцев трех-четырех нам так сказать хватило для того чтобы ну по крайней мере сыграться но все таки технический план он до сих пор страдает надо перебил максим к нам приходил прошлым летом когда после победы в школьной лиге к с баскет общались мы и с ним и с его тренером сейчас максим насколько тренировки изменились насколько стала сложнее может быть интенсивнее игра если брать вот именно школьную на скетбольную лигу и студенческую то можно выделить эту физическую подготовку соперников они все гораздо крупнее и крепче а так ну не знаю лично мне не составляет труда так ну не составил труда тот переход из школьного уровня на студенческий ну судя потому что ты забиваешь практически половину очков команды в но не в каждом матче но во многих из них то переход достаточно легким оказался ну не то чтобы легким но не тяжелым а вообще большая разница между школьным баскетболом и студенческим ну конечно студенческой ты больше ответственности и как бы уже взрослая жизнь богдан говорил что как раз новички команды которые не пришли перед этим сезоном ну не сразу то что влились коллектив и пришлось с ними сыграться одним из них ведь был максим петренко да он лучше всех вписался ну скажем так все хорошо вписались только был такой момент что каждый любил так сказать по началу года тянуть одеял на себя то есть сначала один свою сторону другой свою сторону но такого в команде конечно не должно быть должно быть баски баскетбол это же командный вид спорта где взаимодействие на площадке она играет немаловажную роль что впереди у команды сейчас начало марта то есть еще сезон баскетболе не закончен какие планы на будущее марта апреля чем будете заниматься где будете выступать какие планы ну сейчас у нас 18 19 марта будет лига белово в кирове проходить вот дальше по моему до такого месяца ну наверное до лета примерно вот эта лига белово будет проходить и после нее наверно уже на отдых вся команда пойдет а так в следующем году не знаю точно ли не точно но надеюсь на то что нас заявят на студенческую лигу ржд ну что конечно вероятно но мало ну об этом будем говорить наверно уже ближе к делу там на эту лету когда начнется заявочный сезон оформление всей документации и так далее я еще вот о чем хотел спросить насколько чувствуется сейчас поддержка болельщиков вообще насколько активно ходят на вас смотреть за вас болеть потому что сейчас было время когда трибуны и посещение спортивных мероприятий были полностью закрыты потом проход по qr-кодом насколько вот чувствуется разница скажем так у нас был все таки один домашний тур на которую пускали как раз таки болельщиков могу спроса твердо заявить что поддержка болельщиков она очень сыграла нам на руку то есть так сказать команды которые были выше нас на голову то есть нижний новгород лобачевский мы проявили очень достойную игру очень хорошо сыграли поддержка болельщиков было просто на высоте так что болельщики это всегда хорошо и прекрасно да я тоже хочу отметить что наши болельщики они выделялись на фоне вот остальных болельщиков других команд когда вот именно у этих команд в городе проходил тур вот именно наши болельщики они с большим таким энтузиазмом поддерживали на скричали аплодировали это круто кто ходит за вас болеть одногруппники родителей друзья знакомые все все абсолютно всех возрастов даже преподаватели даже преподаватели а делают общего преподаватели какую-то скидку потом на то что выступаете уехали на выезд потому что случае бывают разные кто-то относится к этому достаточно так лояльно кто-то по-прежнему требует достаточно строго ну вот как вашем как вы и сказали вот кто-то строго требуется кто-то ну так делает скидочки иногда бывает ну на данный момент долгов по учебе нет не максим так улыбается что наверное все таки есть но небольшие с которыми справиться да нет нет долго совсем когда парочка долгов есть ну я думаю что со временем удастся закрыть потому что спортивные результаты они тоже необходимы и приносят славу и успех авиатскому госуниверситету поэтому надеюсь что преподаватели как максим сказал это уже правильно войдут в положение немножко смилостивиться и где-то простят закроют глаза надеемся что же наверное будем заканчивать нашу программу я напомню что сегодня в эфире программы на спорте были баскетболисты вятского госуниверситета максим петренко и богдан степанов меня зовут антон богудин большое спасибо до свидания на спорте